Ассаляму алейкум, рахматуллах и ва баракату. Хочу записать небольшой ответ некоторым недокритикам, которые путают тёплое и мокрое и пытаются выставить всё так, как будто бы правы они, а мы на самом деле просто пытаемся замутить бурю в стакане и выставить всё не в том свете, в котором это является на самом деле. Я буду идти по пунктам, которые я сам для себя отметил. Во-первых, что хотелось бы сказать. Шейх Абдулла Кастыгский, сам будучи дагестанцем, всегда делают упор в своих лекциях и опровержениях на разного рода ересь, именно на дагестанскую аудиторию. В общем, на всех русскоязычных мусульман, потому что те или иные отклонения встречаются как бы везде. Но в частности, именно на Дагестан, потому что сам является выходцем оттуда, это логично. Поэтому любая критика со стороны шейха в адрес Муфтията в большей части опровержений касалась именно дагестанского филиала этой организации, за редким исключением ответом религиозным деятелям других республик или стран. И в свете этого важного замечания становится странным цитирование резолюции Координационного совета мусульман Северного Кавказа. Почему? Потому что это выглядит как попытка примазаться к тому, к чему дагестанский муфтият в принципе отношения никакого не имеет. Вы спросите, почему? Да потому что дагестанский муфтият, как бы это ни было парадоксально, не входит в эту организацию. То есть в нее входит духовное управление мусульман республики Адыгея и Краснодарского края, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Карачаево-Черкесской республики, Северная Осетия-Алания, Ставропольского края и духовное управление мусульман Чеченской республики. Духовное управление мусульман Дагестана даже не входит в этот координационный центр мусульман Северного Кавказа. Поэтому, когда некоторые наши критики говорят нам «вот, вы говорите, что все муфтии молчат, но вот же они не молчат», я еще раз повторяю, когда шейх критикует муфтият, в первую очередь всегда его критика обращена в сторону дагестанского муфтията. Это во-первых. Во-вторых, когда 3 сентября шейх в прямом эфире говорил, что молчат муфтияты, он, говоря в общем, говорил обо всех муфтиятах и в первую очередь. О дагестанском. И он был прав. Потому что статья с этой резолюции, на которую ссылаются наши оппоненты, вышла 4 сентября, на следующий день. Это во-первых. А во-вторых, повторюсь, дагестанский муфтият к этой резолюции никакого отношения не имеет. Поэтому о каких извинениях и признаниях ошибки может идти речь непонятно. Выступление всех, кто осудил решение российского суда, касалось непосредственно той новости, которую все и обсуждали. А это, на секундочку, запрет перевода Сахиха Альбуха. Поэтому каждый, кто это слушал, понимал, что речь идет именно об этом. Даже выступление муфтия Чечни касалось перевода. Я уверен, что никто не воспринял это, как будто бы шейх пытается убедить всех в том, что запретили оригинал на арабском. Все понимали, что ответ на вопрос прямого эфира касался перевода и того, что официальные духовные лица молчат, что мы и подтвердили потом в статье и в эфире, который провели вместе с братом Абдуллахом Шамилем. Просто зачем пытаться уводить людей в сторону, цепляясь к словам «вот, посмотрите, он не сказал перевод». Все и так поняли, что обсуждается новость о запрете перевода. Даже если это не говорить, и так все понятно. Просто это попытка выйти из-под удара общественного негодования, во-первых, и примазаться к резолюции той организации, в которой вы даже не состоите. Плюс это попытка убедить людей в том, что мы не молчим, а они вам не про ту книгу рассказывают. Если бы это не было так мерзко, то можно было бы посмеяться над такими детскими попытками оправдать решение о запрете исламской литературы. Ну а теперь самое главное, о чем хотелось бы поговорить, это о том, какую идею пытаются посеять в умах людей наши оппоненты. Самая главная беда, по их мнению, это наличие, на их взгляд, неправильно переведенной литературы. Вообще, давайте для начала задумаемся, что дает таким людям контроль над издаваемой литературой. Самое главное – это монополия на истину. Любая спорная ситуация, и вас сразу будут отправлять к оригиналу, мол, покажи нам в книгах на арабском, что ты прав, тогда как у нас 99% обычных людей в Дагестане, в Чечне, Ингушетии, во всех остальных республиках Северного Кавказа, не владеют этим языком. А если все-таки и найдется такой человек, который будет опровергать их убеждения, отталкиваясь от книг на арабском языке, то тут уже вступают в дело их хозяева. Этим мулашкам достаточно будет просто повесить на несогласного ярлык «ваххабист», «экстремист», «террорист» и оппонент устраняется физически, без суда и следствия. Но это так, лирическое отступление. Главная беда, по их мнению, это переводы книг. На что у меня есть одна мысль, я хочу ею с вами поделиться. И заключается она в том, что все секты в исламе. Повторюсь, потому что некоторые из наших недалеких оппонентов не могут найти причинно-следственную связь между новостью о запрете перевода и ответом шейха. Так вот, все секты в исламе. Все течения появились еще на заре нашей религии. Тогда все поголовно разговаривали на арабском. Проблема, как тогда, так и сейчас, заключалась в неверной основе понимания шарятских текстов. Да, я соглашусь с тем, что иногда это могло быть вызвано отсутствием глубокого понимания арабского языка. Однако основы, установленные нашими праведными предшественниками в первые века ислама не изменились. И когда люди начинают пропускать тексты Корана и Сунны не через эти основы, вот тут и возникают проблемы. Вот как, например, некоторые из наших критиков. Они заявляют, что знают арабский язык. Хотя там, честно сказать, большие претензии к тому, как они читают на этом языке и ко всем ошибкам, которые они допускают при чтении. Ну, сейчас как бы не об этом. Они заявляют, что знают арабский язык, могут читать Коран в оригинале, могут читать сборник хадисов имама Бухари в оригинале. И вместе с этим они являются заблудшими людьми. Почему, спросите вы? Да потому что основа в понимании шарятских текстов у них – это не правила, установленные имамами первых поколений. В их случае основа, через которую пропускаются книги на арабском языке, Коран, сборники хадисов и все остальное – это наука калям, логика, рационализм. Их праведными предшественниками являются Аристотель и Платон. А у нас – это пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сподвижники, табирины, четыре имама. Вот в чем разница между нами. Так что проблема не в переводе, а в искаженной основе. Поэтому все мусульмане возмутились запрету перевода книги Сахих. И даже Координационный центр мусульман Северного Кавказа, в который, повторюсь, дагестанский муфтият не входит, даже они на следующий день после эфира шейха, как следует из статьи на Кавказском узле, призвали не причислять сборник хадисов к экстремистским материалам. Единственными же, кто пытается отмолчаться из официальных лиц или оправдать такое решение российского суда являются дагестанские служители культа. Как те, кто из муфтията, так и те, кто не из него. И попытка примазаться и к талибам, которые больше 20 лет вели освободительную войну за независимость и установили шариат, такое сравнение для них вообще оскорбительно. У них в стране муфти не надевал форму и вместе с американцами не воевал против талибов. Так что лучше бы вам их в пример не приводить вообще. У них в стране переводы Сахиха в Бухаре не запрещают. Не нужно оправдывать свою трусость или заблюдство действиями других людей. В данном контексте это нелогично. Еще более нелогичным и, наверное, самой яркой визуализацией такой поговорки, как «в своем глазу бревна не видим, в чужом соринку замечаем» является именно то, что когда происходит запрет той или иной исламской литературы в России, нам пытаются вменить в вину то, что мы якобы не произвели все манипуляции, на которые только дает возможность российское законодательство, не наняли каких-то адвокатов, не наняли каких-то правозащитников и так далее, и не отстояли свой, как выражаются некоторые из наших оппонентов, Сахиха в Бухаре. Вместе с этим типа вот у вас сил не хватило и так далее. Всевышний Аллах говорит в Коране, мы не возложили на душу сверх ее возможностей. То, что мы могли, находясь здесь, за границей, мы сделали, мы осветили эту проблему, придали ее гласности. Может быть, я повторюсь, может быть, это стало одной из причин того, что сегодня это решение суда может быть пересмотрено. Аллах лучше знает, то, что мы от себя могли, мы сделали. Те мусульмане, которые живут в России, то, что они могли, они тоже делают. Как минимум, они не поддерживают это решение суда. Теперь объясните нам, всем простым людям, вот вы пытаетесь как бы поставить в укор, в вину то, что вот типа вот они там не делают ничего, вот только там муфтият из Северного Кавказа что-то предпринимают. Вот скажите нам, вот все люди, которые, допустим, это послушают и к вам придут, скажут, слушайте народ, вот вы там про них говорите, на них ладно, плевать. Почему вы, муфтият Дагестана, не делаете ничего, когда запрещают книги? Даже, например, шейха Мустафа Аль-Буга, его толкование 40 хадисов имама Ан-Навави, которое запрещено уже больше 10 лет. Или книгу шейха Ибн Хаджара Алясхаляни, Булюг Аль-Марам. Это что, тоже ваххабистская литература? Почему эти книги запрещают, а вы даже ничего не делаете, не нанимаете адвокатов, не пытаетесь сказать, что типа, эй, что это такое? Так нормальные книги, в них нет ничего такого, это не экстремистские книги. Эти книги до сих пор лежат на сайте Министерства юстиции и в разделе «Экстремистская литература». Почему вы ничего не делаете? Также с 2012 года запрещена книга шейха Хасана Хильми Афанди «Сущность этики для желающих открыть врата познания Аллаха», Махачкала 2005 года издания. Книга запрещена с 2012 года. Почему вы ничего не делаете? То есть каждый раз просто задайте себе вопрос, люди, которые будут это слушать, когда они нас в чём-то обвиняют. Это ведь со стороны похоже, что в чужом глазу пытаются разглядеть соринку, когда в своём собственном бревна не видят. Вы сами ничего не делаете, когда запрещают даже ваши собственные книги. Это уже для простых людей говорит о многом. То, что вам в принципе на ислам наплевать. Для вас любая конфронтация с властью, даже когда вы правы, даже когда вы можете с точки зрения даже этих кафирских законов отстоять свои права, вы этого не делаете. Лишь бы только своего хозяина, лишь бы только доброго царя не разозлить. Никакого сообщения на сайте Муфтията нету по поводу запрета перевода, а то опять придерутся, скажут, перевода Сахихаль Бухари. Зато есть поздравление Дмитрия Медведева с днём рождения и есть поздравление Меликова с днём рождения. Вот уж действительно, на самом деле, это самые полезные новости, которые можно разместить на сайте Муфтията. Тогда как запрет исламской литературы, там 40 хадисов или суфистские какие-нибудь книги, там Хасана Хильми Афанди или Ибн Хаджар Алясхаляни, вот о таких вещах ваш сайт ничего не напишет. Поэтому, пожалуйста, вот и Муфтият, и те люди, которых вы отправляете гавкать вместо себя, просто чтобы, если будет какое-то оправдание, всегда сказать, этот человек к нам не имеет никакого отношения. В следующий раз, прежде чем что-то говорить, 10 раз проверьте информацию, чтобы все ваши обвинения вам не вернули, и вам перед людьми не стало ещё более стыдно. Хотя, честно сказать, я даже не уверен, что у вас совесть есть, чтобы вам стыдно было, но это как бы опять лирическое отступление. Поэтому в следующий раз, когда захотите как-то критиковать или предъявлять какие-то претензии, ещё раз говорю, 10 раз хорошенько подумайте. Потому что любое ваше обвинение можно развернуть на 180 градусов и вернуть вам так, что мало не покажется. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.